У меня произошел ЧП. Проверялся мой аквариум вот до этих пор. Где-то вот тут дырка. У меня ламинат весь поплыл. Рыбок жалко, растения жалко. Надо что-то делать. Бедный аквариум журчит. На нервы, конечно, это действует. Он у меня работал бесшумно. Соники в шоке. Скалярия, она верным богом плавает. Ей мало водички. Вот так это смотрится сверху. Сегодня уже два дня, как аквариум продырявился. Волнистый у меня. Это мой старый аквариум. Рыб я оттуда всех выловила. Сзади я аквариум красила черной краской. И она вот как-то вот так смотрится. Хотела я чисто черным, а стекло уже тяжело покрасить. И вот получилась тогда вот такая штука. Сын говорит, что надо снимать вот этот шов и заново его заклеивать. Что вы думаете? Я приобрела новый аквариум. Что бог не делает, все к лучшему. Купила прям с рыбками, с растениями, с такой вот веткой. Это знаете, это не аквариум, это мечта. Соники вон стекла чистят. Вот моя скалярия. Глазный этот. Представляете? Вот такое вот добро я купила вместе с этой тумбой. 100... Сколько? 140 литров аквариум. Если мой был вот этот, бедненький, 60, а этот 140. Он, конечно, туда чуть-чуть не вписывается, но он не будет тут стоять. Пока временно, пока там строится, пока постоит здесь. Такие необычные тут рыбки есть. Вот такая у меня новость классная. Лилё, лилё. Ах ты моя голубоглазая красавица. Хотела показать гладиолус. Посмотрите, как он быстро отцвёл. Вернее, просто сгорел. Жёлтый ещё пытается цвести. Жалко, что и гладиолуса получается. Вот пока зацветает вот пыльчик, да, уже не зацветает. Жалко. Красоты всей получается не видно. Этот отцвёл быстро. Сейчас покажу главную красоту. Очень шикарно смотрится вот эта. Какая она красивая. Красота. Аномальная жара дома 32-34 градуса. Всё сохнет. На лету прям всё сохнет. Сегодня хотела пробежаться по орхидеям, которые зацвели. Я это буду быстро делать, потому что жарко, честно говоря, не хочется долго записывать. Расскажу немножко про аспарагус, который у меня вот этот перистый. Покупала его уже взрослым растением. Он пришёл, не было вот этих сухих кончиков. Но и сухие кончики у меня вот пошли, когда пошла вот такая жара. Есть вот новые побеги. У них вроде бы пока ещё нет. Сухо, жарко, да. Он у меня обычно стоял на моём старом аквариуме. Вроде бы влага, да. Вот всё равно какое-то испарение есть. Но ему, видимо, маловато. Стараюсь держать всегда его мокрым. Вот такое дело. Короче, вот у меня Тоши цветёт. Этому красавчику я отрезала второй цветонос. Потому что он два не потянул. Вот последний цветочек открыл. Это золотое яблоко. Со второго цветоноса тот цветонос свисал аж до стола уже. У него уже не тянул. Начал сушить вот эти первые цветочки. Я просто его отрезала, чтобы не мучился. Знаете, у него, как сказать, Тургер, он вообще не потерял. Хотя тянул такую, таких два больших массивных цветоноса. Расскажу немножко про вот эту свою красавицу, королеву пива. Сплэш. Вот я и отрезала кончик. Видите? Кончик отрезал. В прошлый раз я и резала вот эти два боковых. А в этот раз именно с кончика начала. Смотрю, совсем уже завял. Посмотрим, если он дальше тоже будет вянуть, отрежу. Цветы, правда, красивые. Такие яркие. Они мелкие, но они цветут всегда так гроздями. И вот этим она как раз и берет. Если сравнить размер золотого яблока. И вот, посмотрите. Ну, реально в три раза меньше. Ну, он берет именно вот тем, что он гроздей. Ханя у меня цветет очень давно. Вот этот бедный бутончик, он почему-то между листиками застрял и не мог вылезти. И он получился вот такой кучерявый. Может еще откроется, а может из-за того, что он зажался, стал каким-то вот таким непонятным. Думала, может как-то хотел стать бабочкой. Нет, никаких или пилориком. Ничего вроде бы такого нет. Просто он скорее всего зажался. Цветет. Ханя у меня очень давно. Он начал цвести наравне с пиратом Пикати. Пират Пикати я вчера еще постригла, потому что начал тоже вянуть. Жарко. Ну, реально из-за жары это думаю, что нормально. Вот ее красивые листочки лопатой. Пришла она вот с такими скрюченными ухами, если кто знает, очень жесткие листочки. Прямо она такая скрюченная прям в трубочку. Вот такой лист. А так у меня, вроде простит, нормальные листики. Вот этот лист мешает цветонос расти. Он бедный задрался наверх. Моушен открыл все бутоны. Он их так резко открыл. Видимо, жарко. И прям вот как аж поволуплялись. Как будто бы, знаете, вот так вот раз-раз-раз и все. И вот такая вот куча. Очень я люблю Моушен. У нее нет аромата. У нее просто крупные нежные цветы, которые цветет всегда вот так вот гроздями. Моушен одна из моих любимых орхидей. Красавица просто. Она у меня тоже не маленькая. Но видите, вот от жары просто горит бедная. Такая красавица. Орхидея Бразерю зацвела у меня темной версии вот этой вот. Она, по идее, должна была зацвести в двух вариантах. Но выбрала в этот раз этот. Это же интересно, когда цветет она один раз так, второй раз вот так. Посмотрим, как зацветет в следующий раз. Губка у нее красивая такая леопардовая. И сами цветочки очень яркие. Вот он смотрится симпатично. Лист растет. Вот такая красота. Это орхидея Бразерю. Темные вариации. Эти орхидеи, которые нужно показывать всегда вместе. Они как братья. Это галах сапфир. А это Мартин. Мой любимчик. Вот у Мартина сейчас звездный час. Он цветет за раз. Сколько тут? Пять цветочков. Ну, если шестой откроет, это будет вообще красота. А потом начнет он отсушивать вот эти цветочки. И в конце будет цвести по два-три цветочка. Но каких. Смотрите, какие они нежные, красивые. У сапфир галах немножко крупнее цветочки. Она намного ярче. Аромат у нее тоже намного ярче. Но у них форма цветков одинаковая. У них одинаковые. Как-то вот язычки как-то одинаково поставлены. Да, вот. Ну, реально красивые орхидеи. Листочки у них совершенно разные. У Мартина они узкие какие-то тоники. А у этой она ложится всегда на бок. Желтет из-за пересвета. В прихожей очень много света у меня. Ну, солнца много. Короче, вот такая красота. А это, смотрите, какие у нее волнистые края. Это, наверное, она должна, скорее всего, выровняться. А может, она вот такая и волнистая. Вот, смотрите, какая рюшистая. Ну, шестая вся красивая. Я ее от цветашкой купила вот когда, буквально два месяца назад. И посмотрите, какая она красавица. Цветочков немного. Кост не маленький. Корни тоже хорошие у него. Любит очень попить, не успевая его поливать. Вот вчера я просто их поливала, протирала листочки всем. И какая она красавица. Посмотрите, какая она рюшистая, рюшистая. Красивая такая прелесть. У меня есть кристальный водопад. И теперь будет вот эта ее подруга. Я же как-то покупала беглип, а он у меня засвел не беглипом. Обычно белый беглип я очень люблю. Белые орхидеи, которые без никаких... Ну, вот крапинки, вот такой я не очень люблю. У меня очень мало орхидей в крап. Вот такая рюшистая красота. Как называется, не знаю, но знаю, что это как... Когда я покупала, девушка мне говорила, что нонлип. Тут, конечно, не совсем нонлип. Но она красивая, посмотрите. Губа у нее тоже крупная. Орхидея Beaumont покорила меня, конечно, со своей губой. У нее очень красивая губа. И очень приятный у нее цвет. И очень мои любимые вот эти крапушки. Губа леопардовая. Сама вся в крап. Нежная. Единственное, что... Мало цветов. Я думала, что вот эта тетя лошадь, которая большая, могла бы дать, наверное, не пять, а хотя бы нормальный цветонос. Ну, посмотрим, как она поведет себя в следующий раз. Это из цветоноса. Она из почки вырастила. Может, когда вырастет, когда уже нормальный цветонос, будет какой-то результат. А так, показала свои цветочки. Цвела. Она у меня стояла очень долго, где-то полгода. Вообще не давала ни цветоносов, ничего. Аж потом начала про нее читать и узнавать. Она вообще не любит много цвести. Цветет в год раз. И вот так. Мало. Цветы не крупные. Вот, если по рукам смотри, они не крупные. Форма интересная. Этот первый еще как-то более покрупнее. Но губа, конечно, просто красивая. Тут я пробегусь по подросткам, которые у меня зацвели. Которые цветут у меня первый раз. Это Валли. А вот я тогда ее сравнивала со свиткорн. Кукурузка. И это мандала, которая зацвела у меня обычно. Я ее так и покупала обычно. Мне бабочкой она не нравится. Аромат вот этой вот на всю комнату. Сейчас у них цвет совершенно разный. Это вот как-то перешла больше в желтый такой цвет. Это остается какой-то оранжевый. Хотя они были очень похожи цветом. Это когда зацветало, у нее даже были какие-то оттенки коричневого больше было. Вот эти крапушки, эти волнистые края. Она просто шикарная. Очень, реально, очень вкусно пахнет. Мандала побледнела немножко. Язычок такой же яркий. Цветкорн. Думала, может, она даст детку. Тут какие-то корешинки у нее начали по бокам расти. Так, она корневая у нее неплохая. Просто политая, не сильно видно. Она тоже очень вкусно ароматит. Пойду дальше. Вот это Галакси, которую я у Наташи получила. Должна была быть бабочкой. Но бабочка не случилась, как говорится. Сейчас я ее близко сниму. Бабочкой она очень яркая. Очень красивая. Буду, значит, покупать еще, потому что хочу бабочку. Такая как-то не очень она мне нравится. Эту орхидею я покупала. Это же королева. Это фиолетовая, да? Violet Queen. Вот моя королева. Зацвела вот так. Она уже второй раз цветет. Покупала обычную. Зацвела вот такими тюльпанчиками. Она и так мелкая, а в тюльпанах она еще меньше, но нежная. И с возрастом, я думаю, она будет потом пышно цвести. А вот эту красавицу я купила в Севастополе у девочки. У Лелечки. Тоже на авито. Я познакомилась с ней именно при покупке этого цветка. Я его покупала как орхидею Pink Dream. Но теперь я знаю, что это не Pink Dream. У него вот такие серебристые листочки. Она очень капризная, очень любит скинуть бутоны. Вот и тут она уже умудрилась скинуть. Это вот за два года я увидела первый раз ее цветение. Капризная, но очень красивая, нежная мультифлорка. Вроде бы корни есть, а почему капризничать, я так и не поняла. Будем ждать третье цветение. Первое я так и не увидела, она скинула все бутоны. Это вторая Лелечка. Вот этот цветочек зацвел. Зацветает у меня три виза. Это один бутон, который она дорастила. Этот цветок, он как хамелеон. Он меняет цвета. Видите, летом у нее нет вот этого зеленого цвета. Я покупала, когда он у меня цвел. У него вот эти листочки были зеленые. И он так красиво смотрелся. На солнце, особенно на закате солнца, он очень интересные цвета выдавал. Я потом вставлю фоточку и там видно. Я даже не поверила своим глазам. Начала фоткать несколько раз. И реально вот на фотографии она прям как хамелеон меняла цвет. Вот это дорастило один бутон. Мне просто интересно было увидеть цветение. Теперь можно спокойно его отрезать. Начинает вот растить новый листик. Мне пришлось его пересадить. Корни были неплохие. Но когда я увидела, что он начинает загнивать, мне быстро пришлось пересадить. Растет у меня в керамзите. Посмотрим, что даст. Ну, вроде бы корень пошел. Вот еще корень пошел. Ну, если листик расти, то значит все нормально. Вот такая красота. У нее тоже губка вся в краб и сама вся в краб. Красавица. Тут у меня цветет моя жемчужина. Черная жемчужина, которая открыла все свои бутоны. Цветочки тоже не крупные, как и у Мартина, но она очень красивая. Я вообще люблю вот такие природные, наверное, цветы. Такие нежно смотрятся, когда они именно грознями цветут. Цвет, конечно, передает не совсем тот, который я вижу. Но у кого есть, не все знают его. Цветет мой леопард. Зацветает он вот таким оранжевым оттенком. Потом бледнеет. Что я заметила? Леопард, как и каменная роза, любит. Долго не держит цветы. Это у меня уже второе цветение. Покупала я его цветашкой. Вот корни растит, листья растит. Он просто растет во все стороны. Этот цветонос я отрезала, и он сразу начал расти другой. Цвет, когда он зацветает, просто шикарный. Я всегда думала между Юпитером и этим цветком. Я, конечно, сейчас бы, я бы, наверное, взяла бы Юпитер. Он больше мне нравится. Хотя у этого и иногда не отсветшие. Вот такой яркий персиковый цвет. Он очень красивый. Тут у меня зацветает интрига. Интрига меня удивила своими мелкими цветами. И у нее есть очень интересные какие-то тут оттенки. Я покупала совсем другую интригу. А тут она вот, видимо, летом. Она вот какая-то интересная. У нее вот такие цветочки вся в краб. Очень цветочки мелкие. Вот реально мелкие. Они прям, даже если сравнить с леопардом. Вот, смотрите. Очень много почему-то у него вот бежевого цвета. Видимо, жара повлияла на него. Вот цветонос. Вот такое было у нее дерево. Она повернута к окну. И поэтому повернуты все цветы в одну сторону. Эти цветоносики можно, наверное, отрезать. Я думала, она их пробудет. Нет, не пробудила. Тут отцветет моя звездочка медовая. До сих пор она еще не отцвела. Очень красивая. Зацветала более яркая. Но, в принципе, не сильно она и цветы потеряла. Ну, хотя солнце... Прямых лучей на него нет. Много тут света. Окно у меня тут большое. Ой, какой большой. Эта цветет. Думаю, что это грация, но не уверена. Цветы неленькие. Само растение очень крупное. Хочу показать бутоны орхидеи Бернадетта. Посмотрите, какие они красивые. Полосатые. Эта Бернадетта у меня всегда цветет шоколадкой. Слабая она. У меня очень слабая корневая. Я, честно говоря, вот я отрезал цветануть, чтобы он не рос. Что вы думаете? Он сбоку кинул почку. Вот так по две орхидеи. Ну ладно, думаю, пусть зацветет. Она очень интересная такая красавица. Покупала и было подписано на горшки Минск. Это орхидея Бернадетта. Как зацветет. Покажу вам свою шоколадку. Орхидея Катания. Очень хорошая мультифлорка. Вообще безотказная цветет. Вот это она у меня дорастила. Как видите, да? Тут пусто. Так она висит. Как ягодки какие-то. Вот реально такая красивая орхидея. В нее, конечно, надо пересадить. Более крупный горшок. Отрезать, наверное, эти цветоносики. Ну, растит она. Растит она. У меня листик уже вырастила за это время. Вообще не капризная. Это я понимаю цветашка. Тут я покажу вам. Лучше сюда к окну ближе встану. Эту орхидею Беглиб я покупала себе на 8 марта. Такая была кучерявая, красивая орхидейка. У меня она цвела совсем другим цветочком. Потом я сипоточку найду, вставлю. И вот как она зацвела у меня вот буквально. Представляете, буквально. Вот я отрезал цветонос. С почки она пробудила цветоносик. И зацвела вот такой кучерявый, бархатный. У нее все вот эти пятнышки. Они прям пупорчатые такие. Бегли под губка. Очень красивая орхидея. Я очень довольна ей. Из пятнистых я вот... Посмотрите, если у меня реально нет пятнистых. Она, наверное, у меня одна пока пятнистая. Может, когда начнут цвести, я увижу еще какие-то результаты. Но пока вот такая одна. Я посмотрю, как она зацветет в зимнем цветении. Вот такая красота. Пробежала я по своим красоткам. Если кто-то знает, можете подсказать, как вот эта мультифлорка называется. Буду очень рада. Галакси. Мой аквариум новый. На этом пока. Желаю всем здоровья, пышного цветения и удачи. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok